Парикмахер ТВ Новое плетение от Анастасии Юхименко. Мы продолжаем серию мастер-классов на проекте Парикмахер ТВ. Давайте посмотрим. Здравствуйте! Меня зовут Юхименко Анастасия. Сегодня мы научимся делать плетение косы с цепочкой. Для начала мы выделяем лобно-теменную зону немножко по диагонали и закалываем ее. Под выделенной прядью мы крепим наш аксессуар в цепочку. Я креплю ее несколькими невидимками, потому что цепочки плотные и тяжелые, и нужно хорошо закреплять. После того, как мы закрепили цепочку, мы распускаем выделенную лобно-теменную зону. И начинаем проплетать ее. Проплетаем мы ее, как обычный колосок. Обратите внимание на первую прядь с подхватом. На нее мы и будем накладывать наш аксессуар, в данном случае цепочка. Вы можете использовать ленточки, различные другие аксессуары. В данном плетении мы должны обратить внимание на то, что одну сторону мы всегда проплетаем под низ, а противоположную сторону мы всегда проплетаем наверх. Мы бросаем цепочку под низ пряди. Это не плетение из четырех прядей. Нужно четко запомнить последовательность перебрасывания цепочки. Я накрест набрасываю цепочку повторно. И эту прядь мы помним, что мы проплетаем под низ. Если эту прядь мы проплели под низ, мы помним, что противоположную сторону мы всегда проплетаем наверх. Накидываем цепочку наверх нашей средней пряди. Цепочку мы всегда держим посередине и никогда не отпускаем уйти на бок. Чтобы легче было запомнить, какая прядь подкладывается под низ, а какая накладывается наверх, мы можем ассоциировать это с цепочкой. Если цепочку мы кладем наверх, значит прядочку мы кладем под низ. Если цепочку мы бросаем под низ, значит прядочку наверх. Все наоборот. Когда у нас закончились волосы, которые мы можем подбирать, мы проплетаем таким же образом, просто без подхвата. Концы у нас теперь послушные и спокойные, потому что мы их немножко подкрутили. Заканчиваем плетение. Мы цепочкой обворачиваем нашу косичку и крепим в конце невидимочкой. Так у нас хвостик закреплен декоративно цепочкой. И плетение готово. Остался последний этап. Мы можем сформировать наши ребра и придать объем желаемый, какой нам нравится. Мы вытягиваем внутренние ребра плетения и формируем окончательную форму нашего плетения. Цепочку в данном плетении мы можем заменить любым другим аксессуаром. Это может быть ленточка, это может быть прядь волос другого цвета. В зависимости от целевого назначения вашей прически. В конечном этапе мы фиксируем получившуюся косу. В итоге мы видим вот такое красивое плетение, которое мы можем сделать как в домашних условиях, так и попросить об этом у своего мастера. КОНЕЦ МАЙКМАХЕР ТВ КОНЕЦ